О главных новостях уходящего дня прямо сейчас в программе День с толком. В студии Мария Мацаева. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Идем на восток. Сельхозпроизводители Алтайского края устремили свои интересы в сторону Азии. Что предстоит решить для успешного продвижения в этом направлении? Начало лета и День защиты детей. Чем порадовать своего ребенка в этот праздник? Знать и помнить экспозицию, посвященную событиям СВО, создадут на базе военно-исторического отдела Краеведческого музея. Ветераны войны, труда, инвалиды и другие категории льготников будут меньше платить за жилищно-коммунальные услуги. В зависимости от категории они получат скидку от 30 до 50%. Такое заявление сделали сегодня в Минструе России. Субсидии будут носить вид электронных сертификатов. Компенсацию 30-50% государство будет перечислять ресурсоснабжающим организациям. А льготники при оплате ЖКУ сразу будут платить меньше. По мнению специалистов ведомства, это позволит снизить уровень задолженности россиян за коммунальные услуги. Правда, ощутить разницу льготники смогут не сразу. Схема заработает только в 2024 году. Вместе с запуском всероссийского электронного домена ЖКХ и городская среда. Внутренний воза работает также сервис «Гражданин», созданный для компенсации затрат на ЖКУ. И к другим темам. Идем на восток. Сельхозпроизводители Алтайского края устремили свои интересы в сторону Азии. Об этом перспективном сейчас направлении в рамках отчета говорил губернатор региона. Когда внутренний рынок оказался перенасыщен, фермеры начали искать новые рынки сбыта. Правда, попасть туда смогут не все. Бизнес в Азии довольно специфический. Какие проблемы наряду с перенасыщением рынка сейчас предстоит решать аграриям, об этом сами сельхозпроизводители и представители Минсельхоза региона говорили за круглым столом. Отчет губернатора в форме послания создал почву для размышлений. Обвиняться мыслями собрались сельхозпроизводители и представители краевого Минсельхоза. Сошлись во многом. Одна из главных проблем – сбыт. Один из первых вопросов он поставил – это все-таки увеличение рынков сбыта за счет направлений Китая и в общем Востоке. Так Китаю интересно сухое молоко. И об этом стоит подумать в перспективе развития. То, что регион участвует в международном проекте сухопутного зернового коридора из Сибири в Азию, своевременно. Внутренний рынок перенасыщен. Это факт. А некоторые фермеры и так сбывали за границу. Например, в алтайской компании по производству круп за рубеж продают 90% продукции. В 2022 объем экспорта зерновых края составил почти миллион тонн. Масличных больше полумиллиона. Это рекорд. В непростых экономических условиях фермеры все чаще требуют понимания, чтобы выращивать востребованную культуру в нужном количестве с расчетом на регион сбыта. Перейти к плану рыночной экономики. Это было бы правильно, потому что с реализацией, мы сегодня говорим о азиатском рынке, но ведь мы же понимаем, что мы, простые крестьяне, выйти туда, может быть, единицы какие-то смогут. Если бы сегодня государство на своем уровне бы устанавливало те закупочные цены, плановые закупочные цены, которые бы нас устраивали, я считаю, это был бы просто такой шаг вперед и такой прорыв, чтобы мы понимали, а что нам выращивать в следующем году. Аграрии уверены, что технически и кадрово они способны производить много, но пока такие достижения играют против них. Чтобы освободить склады и не хранить это зерно, мы вынуждены просто продать, скажем, тот же ячмень с убытками. Мы его продали, значит, по 6,5 рублей, себестоимостью 8 рублей. А для молочной продукции рост продуктивности может обернуться сокращением стада. Впрочем, из-за падения закупочных цен на молоко эта сфера и так переживает непростые времена. Вопрос реализации завязан на логистике. Перевозить продукцию из Алтайского края, равноудаленного от Запада, Востока и Китая, авто- или железнодорожным транспортом дорого. Эту проблему тоже нужно решать, подчеркнули участники круглого стола. И не забывать про техническое переоснащение. В отрасли направила на модернизацию порядка 22 миллиардов. Это только приобретение машин и оборудования. А в общей сложности за 5 лет это больше 60 миллиардов. Только сельхозмашины и оборудование. Размер зерновых субсидий в этом году в 4 раза больше, чем в прошлом. Важно сохранить объем лизинга длинных кредитов, уверены участники. Тогда и обновление техники можно будет продолжить. Причем покупая не только импортную. Некоторые фермеры рекомендовали обратить внимание на отечественную технику. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. Сегодня в аэропорту Лесном Первомайского района прошла тренировка алтайского спецподразделения ФСБ. Бойцы оттачивали спуск на канате и веревки с расстояния в 10 метров. Подняться на такую высоту помогла штурмовая версия Ми-8. В первую очередь эти занятия были необходимы новичкам. Чувство адреналина, переполняющие эмоции при подлете вертолета. То, что будет осуществляться спуск, десантирование с вертолета. Эмоции первые, так сказать. Они незабываемые. Подобные тренировки с вертолетом проводятся регулярно и в первую очередь предназначены для оттачивания навыков спасения заложников, чтобы не было заминок при штурме. На первом месте в любом случае, помимо знаний, концентрация, внимание и если какие-то нештатные ситуации, чтобы голова работала, чтобы он знал, что он делает, принимать решения. Слушал и борт, и видел, ориентировался, как лучше все это сделать. Подробнее о том, как прошли учения, уже завтра расскажет наш корреспондент, который наблюдал за происходящим из кабины вертолета. И к другим темам. С 1 июня в России вводятся новые ограничения на торговлю кальянами и продажу вейпов. А некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии. Какие еще нововведения ожидают россиян, в том числе и жители Алтайского края, расскажет Дмитрий Дроздов. С 1 июня вейпы нельзя будет продавать дистанционно, а также на ярмарках, через автоматы и посредством доставки. Исчезнут из открытой выкладки в торговых точках также кальяны и другие устройства, как это уже случилось с традиционными сигаретами. Показывать их будут только по запросу покупателя. С 1 июня прибавку к пенсии получат россияне, которому в мае исполнилось 80 лет. Размер социальной пенсии для такой категории россиян увеличится вдвое. Иными словами, к имеющейся пенсии им автоматически добавят чуть больше 7,5 тысяч рублей. Рассчитывать на повышение тем, кому уже исполнился 81 год, не стоит. Им эту сумму уже добавляли. Любители путешествий снова смогут получить биометрический загранпаспорт. В июне возобновляется прием заявления о выдаче документа с электронным носителем информации. Срок действия составит 10 лет. Напомним, в течение 4 месяцев была возможность подать заявление лишь на загранник сроком на 5 лет без биометрических данных. Также с 1 июня изменится график выплат на детей. Ранние регионы могли устанавливать свои сроки. Так и теперь Социальный фонд России будет переводить деньги в единые дни по всей стране. Новый график выглядит так. Единодетское пособие будет выплачиваться 3 числа каждого месяца. Выплаты из мочеринского капитала 5 числа каждого месяца. И пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет будет выплачиваться 8 числа каждого месяца. Дмитрий Дроздов, День с толком. В Барнауле открыли проезд на улице 65 лет Победы. Новое дорожное полотно начинается от улицы Энтузиастов до улицы Сергея Семенова. Протяженность объекта более 500 метров. На месте выполнили устройство ливневой канализации и тротуаров. Также появились велодорожка и зеленые насаждения. А вдоль дорог установлено уличное освещение. Добавим, на строительство дороги была выделена более 154 миллионов рублей. Ну а в нашу редакцию барнаульцы пожаловались на бездорожье в пригороде, около кладбища села Мохнатушка. По словам людей, с каждым годом хоронить родственников становится сложнее. Транспорт не всегда может доехать до участка дороги вблизь кладбища. Наша съемочная группа выехала на место, оценила степень проблемы и выяснила, а могут ли люди рассчитывать на ремонт. Сельская дорога заканчивается, начинается бездорожье. На наш взгляд, совсем не критично, но у жителей другое мнение. Они уверены, чем ближе к кладбище, тем сложнее довозить усопших до места упокоения. В Ухабинах она, как дождик прошел, грязь кругом. Во-первых, тут песок, она все это размывается, и грязь стоит, как только маленько, даже сухо, когда и то невозможно проехать. Муниципальное кладбище поселка Мохнатушки. Старинному некрополю, по словам местных, больше 100 лет. Он расположен в лесном массиве. Вокруг умиротворение, под ногами пыль и грязь возмущается пенсионерка Любовь Мазурова. Когда я говорю, сына хоронили мы, вот здесь, вот на этом прям месте, вот, застрял автобус. Два раза в тракторах были, трассы рвутся, а на ровном месте выехать не могли. И как вы вышли? Ну, а потом как? Потихоньку-потихоньку вытянули. Видео, подтверждающего подобные инциденты, нет. Да и мы обратили внимание, что автомобили заезжают на кладбище без особых проблем. У нас больших претензий нет. У нас нет претензий, мы из Барнаук. К родному деду я и через любые горы пролезу. Ну да, дорога лесная, не очень хорошая, но в то же время, что, как видите, мы здесь. Янки есть, сучки, грязь, но ничего, для машины вопросов нет. Жители все же просят ответственных отремонтировать дорогу, хотя бы выровнять дорожное покрытие. В мэрию, куда мы обратились с запросом, изучили, есть ли возможность грейдировать эту дорогу. Оказалось, что нет, это не муниципальная земля лесного фонда. И отсыпать небольшой участок они не имеют права. Мы планируем направить запрос в Министерство природы, чтобы понять, есть ли хоть какая-то возможность. Привести дорогу в порядок и могут ли люди сделать это самостоятельно. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня начало лета и День защиты детей. В честь праздника в Барнауле провели больше 60 мероприятий. Викторины, концерты, веселые старты, мастер-классы прошли почти во всех городских парках. А все для того, чтобы дети могли получить эмоциональную разгрузку, забыть об учебе и настроиться на летние каникулы. Например, творческая студия организовала мастер-класс по технике флюид-арт. Такое творчество помогает выплеснуть эмоции, изучить сочетаемость цветов и почувствовать себя настоящими художниками. Кстати, устроить такую цветотерапию можно и дома со своим ребенком. Что для этого понадобится, расскажем далее. Смотрите, сейчас мы с вами должны в каждом стаканчике перемешать краску. Свой детский праздник девчонки начали занятия в творческой студии. Мастер-класс в технике флюид-арт, рассказывает педагог. Поможет детям получить эмоциональную разгрузку, особенно после непростого учебного года. Немного акриловых красок, палочки-стаканчики – все мешаем и на холст. Изначально непонятно, не видно цветов. В дальнейшем это переворот стаканчика на холст. И такой эмоциональный бум, когда становится очень весело, страшно. И адреналин в крови у детей – это очень круто. В хорошем плане. И главное в такой технике – дать волю воображению. У меня изображены горы. Ну, как бы планета Земля наша, только не в космосе. И она прямоугольная. Смешно было, потому что у меня там под низом… Все растеклось маленько, да? Прилипло. …живописнее будет смотреться. Ну вот преподавательница ваша сказала, что такое творчество помогает эмоционально разгрузиться. Ну, мне ничего не помогло, но мне настроение чуть-чуть поднялось. Я лисую обычно или собак, или капибары. Капибары? А кто такие капибары? Такие, как морские свинки. Это самые огромные морские свинки. Ты бы завела себе домой капибару? Не знаю, она бы весь дом не снесла. Она высотой 92 сантиметра, взрослая. Александра здесь не только педагог по рисованию, но и руководитель. В свои 23 года она предпринимательница. Это ее четвертая художественная мастерская. Первые три – в Рубцовске, Косихе и Залесово. Идею из-за студии поддержали в президентском фонде культурных инициатив и в фонде молодых предпринимателей. Девушки выделили гранты на воплощение идеи. Сейчас в ее мастерских занимаются сотни детей. А ежедневно здесь бесплатно проводятся уроки для детдомовских ребятишек и детей с коррекционных школ. Я изначально ездила на выездные мастер-классы, когда выиграла первые свои гранты небольшие. И каталась с оборудованием. Потом подумала, что мне надоело кататься два года. И хочу, чтобы приезжали уже ко мне. И тогда появилась мысль о мастерской первой. В Рубцовске как раз. Также здесь преподают рисование песком, гончарное ремесло, рисование на воде, объемную живопись. А технику флюид-арт попробовали и мы. Кстати, такую творческую игру можно провести с ребенком и дома. Акриловые краски поочередно вливаем слоями в стаканчик. Выплескиваем на холст и добавляем еще цвета. Так, ну у меня пускай будет прекрасное синее небо, которое должно сегодня светить всем ребятишкам в этот день. Мария Мацева, Андрей Печоркин. День с толком. Праздник в городе продолжается до сих пор. Сегодня в филармонии проходит музыкальный благотворительный фестиваль «Белый пароход». Подробнее о нем расскажем завтра. А сегодня мы провели небольшой опрос, чтобы узнать у самих деток, что для них значит сегодняшний праздник. Это праздник, когда детям дарят подарки, когда их не обижают. А тебя кто-то обижает? Да, в детстве меня обижали. Кто? Кто-нибудь, я не помню. Ну и правильно, обидчиков не надо запоминать. Ну то есть, что говори, мы разберемся. Для меня это лучший праздник веры, как мой день рождения. Это почему? Потому что подарки дарят? Нет. Почему? Ну потому что первый день лето. Можно покупаться где-нибудь в бассейне, например. Что бы ты хотела получить? Давай прям маме говори. Не знаю. Ну все-таки, ну что-то же хочется. Ну если бы у меня была мама миллионер, я бы попросила айфон 14 про макс. Если бы у меня мама была миллионером, я бы попросила то же самое. Я летом поеду в Сеншай. А, ну я так понимаю, это и есть подарок для дню защиты детей. А что это? Что это за место? Сеншай – это где мы будем изучать подробнее английский, и туда приезжают люди, которые уже родились с английским языком. А ты родилась с английским языком? Нет, я родилась с русским языком. У меня, я еще и изучаю китайский язык, английский и русский. Вау, а можешь что-нибудь на китайском сказать? Нихао. Нихао – это что? Здравствуйте. Ну какую-нибудь фразу вот на английском, там, hello, my name is Katia. Нихао. Как бы ты его нарисовал, этот праздник? Ну, я бы нарисовал детей. Радостных, счастливых? Да. А ты радостный, счастливый ребенок? Ну да. В Барнауле на базе военно-исторического отдела Краевеческого музея создадут экспозицию, посвященную событиям СВО и подвигам ее участников. Проект реализуют по поручению президента России. Сейчас здание находится на реконструкции после пожара. На каком этапе ремонтные работы, как скоро откроют экспозицию и какие экспонаты планируют там разместить, выясняла наша съемочная группа. Работы по созданию экспозиции, посвященной СВО, начнутся в следующем году. Причем это будет не отдельный музей, а лишь экспозиция в составе всем известного военно-исторического отдела Краевеческого музея, рассказывает директор Наталья Вакалова. Причем, несмотря на название, посвящена она будет только Донецкой Народной Республике. Мы должны рассказать об истории Донецкой Народной Республики, начиная с рубежа 19-го, начала 20-го века, о 90-х годах и начала 21-го века. И, безусловно, туда войдут персональные, личные вещи участников СВО. Задачи по созданию экспозиции были предоставлены президентом, причем довольно подробные. В экспозиции необходимо отразить причины начала СВО, основные ее события, героев, волонтеров, гуманитарную помощь бойцам. Обязательно должен быть интерактив, чтобы дети могли видеть всех участников. То есть, смотрите, из писем создается вот такая большая стена. Какая-то часть экспозиции будет стационарной, какая-то будет меняться. Героев много и показать всех сложно. Сейчас сотрудники музея связываются с семьями погибших и пытаются найти их вещи. Сегодня, к сожалению, Краеведческий музей не располагает еще материалами, связанные с СВО. И я думаю, что многие догадываются по причине. Нам очень важно отразить, кто что сформировало героя как личность. По мнению Натальи Вакаловой, в дальнейшем экспозиция будет расти и пополняться материалами других, новых территорий. Экспозицию, посвященную СВО, планируют разместить в Музее военной истории, наряду с экспозициями времен Великой Отечественной, Чеченской и Афганских войн. Сейчас тут ведутся ремонтные работы. Напомним, здание серьезно пострадало от пожара в 2018 году и долгое время находилось на консервации. Вообще, после пожара сильно здание пострадало? Горел тот корпус. В основном там пострадало. Ну, не так, что прям сильно. Вообще, пострадало, скорее всего, от недостаточного ухода. Спрогнозировать продолжительность строительства сложно, говорит эксперт. Какие-то работы приходится проводить по факту вскрытия стен. Здесь ведется комплекс восстановительных работ. Это усиление, восстановление фундаментов, инъекцирование, что на данный момент происходит. Восстановление стен, декоративные кладки кирпича. Собственно, кровельные работы начались, приступили. Внутри идет тоже восстановление сводов, стен. Кирпич с этого же здания, из подвала, изнутри демонтажной работы производили. Его аккуратно вынимают, очищают и потом его же используют обратно. Здание 1907 года постройки исторически восстановят полностью. Повторят фактуру, деревянные карнизы, кровлю с декоративными стоечками. Согласно предварительным планам, стройка должна завершиться в начале следующего года. Юлия Щепина, Данил Кузнецов. День с толком. Плюс в карму от всего совинного семейства заработали двое барнаульцев. Они спасли совенка, выпавшего из гнезда. Пушистый комочек парня заметили в ленточном бару на земле. Возраст птенца не позволял ему вернуться домой самостоятельно. А довольно проходимая тропа создавала опасность для малыша. Барнаульцы созвонились с местным орнитологом Алексеем Эбелем и принялись за спасательную операцию. Парни припарковали автомобиль к дереву, набрали побольше сосновых веток и соорудили гнездо. До такого размера, чтобы пухляш больше не выпал. Посадили в него совенка и дождались, чтобы сова-мать увидела местоположение своего птенца. Не забывайте смотреть под ноги и делать добрые дела. А на этом у меня все новости уходящего дня. Для ваших предложений телефон нашей редакции 205-545. А через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Всех с началом лета, теплых дней и до встречи в эфире. Продолжение следует...